Утро в Петербурге продолжается, отопительный сезон в нашем городе стартовал благополучно, и к нам уже пришли первые заморозки. Но настоящая зима еще впереди, и в прошлом году она посетила нас уже в ноябре. Довольно-таки неожиданно, напомню. Хотелось бы в этом встретить ее подготовленными. Кого-то, может быть, греет любовь, но большинство наших горожан полагаются на более традиционные источники тепла. А вот как выбрать обогреватель безопасный, эффективный, расскажет нам Павел Гуляев, эксперт по выбору обогревателей. Павел, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы правильно отметили, что самое главное в обогревателях – это безопасность. Потому что МЧС отметили, что одна треть всех пожаров зимой случается именно из-за некачественного обогревательного прибора. Давайте все же начнем с общего обзора какого-то. Какие, в принципе, бывают сегодня типы обогревателей? Да, давайте. Я вообще, в принципе, разделяю обогреватели на два типа. Это локальный и комнатный. Что это означает? Локальный – это обогреватель, который греет лично вас. Например, вот рядом с вами. А вот у нас есть такие довольно экзотические. Это вот, давайте покажем. Сюда локально можно ноги свои погрузить, я так понимаю, и вот этот обогреватель. Там надо показать, что там есть специальный пульт есть, который, соответственно, греет ноги. И также, конечно, многие знают, а может быть нет, одеяло. Оно тоже с подогревом. Одеяло с подогревом, да. Вот. Тоже пультик есть, разный режим, можно переключать. А насколько безопасно? Мне кажется, как-то страшно спать под каким-то куском ткани, который еще и включен в розетку. Да, есть. Есть, значит, по времени могут выключаться с таймером. Пожалуйста, дайте таймер, выключайте. Но здесь, в принципе, они очень безопасны. Единственная опасность есть для вашего здоровья, что если вы будете на нем лежать очень долго, то, конечно, ваши внутренние органы будут подвергаться опасности. Перегреетесь. Перегреетесь. Да, то есть это надо какой-то баланс. Конечно, да, перегреваться не стоит. Павел, говорят, вот обогреватели сушат воздух. Это на самом деле так? Да, смотрите, есть определенные виды обогревателей, которые сушат воздух. А почему они сушат воздух? Потому что они его греют. И, соответственно, во время нагрева он сушится, из него уходит вся влага. Что это за обогреватели, которые сушат воздух? Вот этот электрический, с вентилятором. Это тепловентилятор. Да, тепловентилятор. Значит, как он работает? Это, кстати, самый дешевый, считается, обогреватель. А, самый дешевый. Да, его продают даже в продуктовых магазинах. То есть люди просто берут с собой как, не знаю, как... Но он и нагревает. Он самый вредный, да, насколько я? Нагревает быстро и много электричества. Да, да, значит, он самый вредный. Значит, в нем стоит вентилятор, принцип работы и ТЭН. Соответственно, вентилятор засасывает воздух и пропускает его через ТЭН, выдает его уже горячим. По сути, да. И вся пыль, которая есть у вас в комнате, она вся прогоняется через ТЭН, и она сжигается, и поэтому идет запах. Что делают люди, когда начинает идти запах? Они открывают окна. В чем суть обогревателя? Он должен нагревать пространство. Люди открывают окна, и, соответственно, никакого уже... Я так понимаю, вы не рекомендуете подобный тип обогревателя. Да, вот крайне, крайне не рекомендуем. Не нужно экономить. Как говорил один известный миллиардер, я не слишком богат, чтобы покупать дешевые вещи. Вот этот с открытым нагревательным элементом. Я думал, что в прошлое уже ушли такие обогреватели. Это инфракрасный обогреватель. Достаточно безопасен. Но в чем у него смысл? Он тоже, можно сказать, такого местного применения, потому что он, по сути, работает просто как наше солнце. То есть он греет, он нагревает предметы, он нагревает вас, и становится тепло. То есть он, по сути, греет воздух за счет нагревания предметов в вашей комнате. Но вот он безопасен? Да, он безопасен. Он безопасен. Но, опять же, когда будете его вешать, так же, как, кстати, это инфракрасный обогреватель. И вот рядом с вами то, что я положил. А давайте посмотрим, это, кстати, целая гранель такая. Это вообще что-то уникальное. Да, вид на ласточкино гнездо. Они бывают с картинками, то есть они красивы, они как картина, они как украшения. Вот надо сказать, что вот здесь такие какие-то вот проводки, да? Да, и нюанс такой, что он не нагревается больше 70 градусов, то есть максимально безопасен для детей. Но его куда вешать? То есть они будут трогать его на стену. Высоко, низко? Смотрите, его надо так вешать, опять же, чтобы он смотрел на вас. У него, конечно, есть определенный радиус, но чем вы к нему ближе, чем вы точно на него смотрите, тем вы лучше нагреваете. Вот, поэтому вот такой обогреватель. Масляный обогреватель классический. Масляный. Ох, вот он большой внизу стоит. Да, масляный обогреватель. Причем, обратите внимание, да, это большой обогреватель, именно что он многосекционный. Классический масляный обогреватель за 50 лет практически ничем не изменились. То есть как было масло, так оно и там есть. Но они, кстати, с точки зрения употребления электричества экономнее всего, по-моему, да? Да, да. И главное, конечно, выбирать масляный обогреватель такой, чтобы у него было качественное масло, то есть не горючее. Вот, также смотреть, чтобы был хороший металл, толстые стенки. От скольки по стоимости вот масляный обогреватель сегодня должен быть? Значит, масляный обогреватель, да, если у него, тут все зависит от секций. Ну, где-то, значит, от 6 тысяч рублей. От 6 тысяч рублей надо рассчитывать, да? Ну, обратите внимание, обратите внимание, то есть не торопитесь покупать, идти обогреватель в магазин, потому что есть техника с уценкой. И можно купить уцененный обогреватель, может быть, на нем небольшая царапинка на коробочке, и он будет стоить в два раза дешевле. Хорошо, спасибо за совет. Расскажите нам вот про эту такую странную вещь. Это вытяжка? Она лежит или стоит? Значит, это конвектор. Нет, это как раз-таки обычный конвектор, который тоже любим многим людям. Сюда прикручиваются колесики, вот, либо он вешается на стену. Значит, ну, в чем это суть? Это самый совершенный конвектор. Значит, сейчас расскажу сначала, как он работает кратко. У него воздух идет снизу и выходит, соответственно, сверху. То есть это естественная конвекция, да, в комнате воздух. Циркулирует, да. Внизу холодный воздух опускается, горячий поднимается. Поэтому ошибка. Многие вешают его наверх, а его надо вешать в самый низ. Как батареи. Чтобы, да, чтобы холодный воздух находится внизу. Значит, а в чем, что вот это за вещь? Эта вещь, она для этого обогревателя. Их продают в сборке. Это модуль управления инверторным обогревателем. То есть и в данном случае тоже это инверторный обогреватель. Что такое инверторный обогреватель? Если любой обогреватель, который здесь лежит, в том числе масляный, у него, если вы задаете режим температурный, он включается. И представьте, у вас один киловатт, да? Или два киловатта. Вот он включился. Все, пошло электричество у вас. Он достиг какой-то температуры. Возможно, он вышел за ее пределы и отключился. Все, температура упала. Он это увидел. Ну, терморегулятор, да. Чем отличается инверторный? Тем, что он делает это плавно. Он не отключается, включается. Он регулирует свою мощность. Будет поддерживать все равно эту температуру. Спасибо огромное. Спасибо большое.